Итак, нам с Джейм пришлось проспать всю ночь в палатке, пропавшей аксом. С каждым вдохом я ощущал этот запах. Я злился всё больше и больше. Наконец ночь прошла, и я проснулся рано утром раньше всех. Так что я помог начать с моего главного плана мести. Устал ли я? Может быть. Это жертва, на которую вы должны пойти ради мести. В каждом кемпинге был фонтанчик с водой, который был подключён к трубе из ПВХ. Я нашёл самый большой зип-пакет, который я только смог найти. И начал наполнять его водой. Очевидно, это был медленный процесс. И у меня было достаточно времени, чтобы всё обдумать. Подумать о том, что сказал Тиджей, и о том, что произойдёт после того, как я отомщу. Но меня ничто не останавливало. Я был пескляво перенасыщённым гормонами монстром. Как только пакет наполнился, я вернулся в свою палатку и разбудил Тиджа. Он встал и я сказал ему, смотри, чё есть. Тиджей, на самом деле, не принимал участие в плане мести. Я просто хотел, чтобы он ушёл вместе со мной. И я думаю, Тиджей, на самом деле, не хотел мстить. Я побежал к большой палатке из брёвен и спрятался за настоящей палаткой, которая стояла рядом с бревенчатой. Все ещё были внутри. Тиджей всё ещё понятия не имел, что я делаю. Пока не перебросил пакет через настоящую палатку, если бы всё шло по плану, пакет порвался бы о крышу, и вода хлынула бы через отверстие. И тогда они были бы очень мокрими. Л-О-Л. В любом случае, таков был план. Я так и не увидел, какую резню учинило моё творение. Я волновался, что совсем не задел бревенчатую палатку. В детстве я никогда не занимался спортом. Так что просто перекинуть пакет через первую палатку было бы большим достижением. Но тот факт, что все начали кричать, и один парень крикнул. Майк, я убью тебя! Я понял, что это должно быть был мой самый лучший бросок. Я остался рядом и посмеялся над их клубами и виноватыми лицами. Нет. Мы с Тиджейм убежали так быстро, как только могли, не оглядываясь. Мы убежали в лес, пока нас не заменил кто-нибудь из 15-летних. Мы просто бежали и бежали, стараясь убраться как можно дальше от лагеря. И по дороге меня немного вырвало. До сих пор отвратительно. Тиджей, будучи хорошим другом, решил, что я не способен бегать. И решил, что нам следует спрятаться в кустах. Примерно через 5 минут никто не появился. Может, мы пойдём в лагерь? Нееет. Да, ты прав. И мы продолжали бежать, пока не нашли озеро, где скауты могли покататься на каноэ. Мы с Тиджейм решили, что это подходящее место для остановки. Так что мы посидели у озера и поговорили несколько часов. Потому что через неделю Тиджей и его семья собирались уехать в Китай на 2 года. И я знал, что ещё долго не увижу его снова. Поэтому я хотел провести с ним каждое мгновение, которое у меня было. Мы были просто парой братанов, которые были искренне друг с другом. Перебрасывались камнями и говорили о наших чувствах. А потом той ночё в полу 15-летнего подростка вырвались с топором. Так что я думаю, это были няне. Сори. Ой, помните, как меня вырвало после той пробежки? Всё ещё мерзко. Ну, по-видимому, в лагере распространилась какая-то болезнь, которой заболели все инструктора лагеря. И около половины скаутов тоже. И вот чудо, один из 15-летних подростков почувствовал себя неважно, когда я лёг спать в ту ночь. А затем от резкого пробуждения и холодной воды его вырвало. Ура!